День России Тысячи гостей и поздравлений от президента и дискотека «Авария» на сцене! С главной площадки Дня России в Казани, Лина Зинатолина! Путь татарстанского беспилотника Бесшумная, мягкая В новом электробусе прокатилась и Альбина Слагараева Народа Татарстана на параде дружбы Как один парад объединил представителей всех национальностей, проживающих в Катарстане Лица республики увидела Лица Афирова С чего начиналась родина? Где родился, там пригодился, говорят Как в Кукмаре сегодня живет некогда хозяйство Ватан И почему родина для них не просто слова? Об этом Рамиль Шайдулин Акапельное общение с Богом Музыку веры услышал Сергей Хайдаров Итак, страна отмечает свой главный праздник День России Жители отправились в парки, скверы городов и районов Традиционно в этот день в Татарстане чествуют лучших Тех, кто делает страну успешнее и сильнее В Казанском Кремле государственные награды России и Татарстана Получили 48 человек Слово Анне Городновой Церемония награждения проходит в Казанском Кремле Список гостей самые разные Это ветераны Великой Отечественной войны Работники предприятий Первые лица республики Всего 48 человек Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награжден Два ветерана Великой Отечественной войны И жители блокадного Ленинграда Получили медали за доблестный труд Турфан Насыболин служил на Сахалине Обслуживал боевые самолеты Героем себя не считает Скромно благодарит за награду Я и на фронте, и на производстве Особо какого-то героизма не проявлял Я трудился честно Старался выполнять свой долг Вместо фирменных костюмов На них сегодня классические 15 человек Те, кто на протяжении 30 лет Приводит КамАЗ-мастер к мировым победам У достойных государственных наград Это слесари, водители, испытатели, инженеры и конструкторы Нового 13-литрового двигателя Этот двигатель уже был испытан в прошлом году На одном автомобиле На ралли Шелковый путь И сразу же занял автомобиль С этим двигателем первое место Поэтому возлагаем очень большие надежды На этот двигатель Для работников нашей команды Выезд на соревнования Это своего рода факультатив Основная работа есть у каждого Кто-то водитель-испытатель, кто-то инженер Кто-то механик Дополнительно это еще работа в экипаже Грамоты президента страны Благодарственные письма вручили госслужащим Министру строительства и ЖКХ Сотрудникам аппаратов резидента республики И заместителю председателя госсовета Каждый из вас является примером Добросовестного отношения к порученному делу Умение подойти к нему творчески Отдельные слова благодарности хочу выразить Присутствующим здесь ветеранам Великой Отечественной войны Вы были и остаетесь для нас Примером истинного и беззаветного Служения Родины 30 лет уже служит и Александр Иванов Добывает нефть в Лениногорске С гордостью говорит Это первая скважина в Татарстане На ваш век и на наш век еще нефти хватит При очень хорошем рациональном подходе И добыче нефти Нефтяники, врачи, представители духовенства АТП, вузов, здесь же волонтеры После награждения гости отправились В пушечный двор Казанского Кремля На торжественный прием ко Дню России Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Гимн России в тысячи голосов Иностранцы на праздники Шоу от дискотеки аварии Главной площадкой праздника Сегодня стал центр семьи Казань Уже с полудня здесь гуляет городская публика И не только наша Со сцены всех отдыхающих Поздравил президент республики Сюрпризы праздничной программы Эмоции гостей праздника Улины Зинатулиной Самая волнующая часть концерта Она объединила тысячи голосов И тысячи сердец Гимн страны в исполнении Эльмиры Калимулиной А помогли ей маленькие участники Хора Академии Игоря Крутого И, конечно, все, кто пришел на концерт Днем России поздравил и президент республики Он отметил повод для гордости есть Сегодня самый главный праздник нашей страны День России Сегодня мы все вместе отмечаем этот праздник С успехами, с достижениями, с новыми объектами Вот эта площадка Подготовка к чемпионату мира Вот сквер, который сделан Мы были в Доме культуры Московский В Казани и в республике Очень много делается для развития Для наших людей И, конечно же, мы гордимся нашей страной Россия должна быть сильной И, конечно же, Татарстан должен внести в эту силу много своего И мы вместе с вами готовы к этому Я всех вас поздравляю с Днем России Желаю крепкого здоровья и успехов От мураками, большого куша и других казанских коллективов музыкальная программа А от зрителей готовность праздновать вместе и с размахом Повсюду флаги, надписи «Люблю», «Россию» и «Триколор» на щеках Это уже по футбольным традициям Многие сегодня пришли всей семьей Это у нас общий праздник Хотя мы живем в Татарстане, в великой стране России Мы со всем народом вышли праздновать Понимаете, это дает, ну, наверное, за свою отчизну За свою крепость духа Патриотическое вот такое чувство Тем более для нашего Татарстана, который много националистов Это очень хороший праздник Они, чуваши, татары, русские, все, мы за нас семья Многотысячная толпа, громкая музыка и огромные медиаэкраны Сегодняшний концерт, еще и первая репетиция Планадских фестивалей, которые будут проходить Сучасши в Христианстве и чемпионата мира Путинского Здесь мы спастируем И сходили в выходные Все, что в этом работе работало все равно Оценили площадку и сами иностранные гости Федерико и Мара из Аргентины два года учат русский язык И особенно рады, что попали именно на День России Мы путешествуем в России сейчас И мы знали, что сегодня День России И читали по интернету Мы любим много русского языка, русского, культурный. Очень хорошая погода сегодня. Самые громкие и самые звездные хейтлайнеры концерта группа «Дискотека Авария» стали кульминацией праздника. И здесь уже не осталось тех, кто бы устоял на месте или не подпевал знакомым песням. А ты еще в гостях. Гуляние в Казани до позднего вечера. Ровно в 22.00 небо столицы озарит салют. Специальный в честь главного праздника. Инна Зинатольевна, Андерсон Тальцев, ТНВ «Казань». Страна идет по инновационному пути. Сегодня в Казани презентовали отечественный беспилотный шаттл. Интеллектуальный на электрическом двигателе и в футуристическом дизайне. Первым пассажиром стал президент республики. По мнению экспертов, за этими машинами будущее. И к 2035 году они станут массовыми. Альбина Солгораева уже сегодня заглянула в будущее. Пока он движется со скоростью всего 10 км в час. Может и быстрее, но так безопаснее. Беспилотникам пока не разрешено передвигаться по обычным дорогам, поэтому вдоль набережной была насыпана и огорожена территория. Первым пассажиром стал президент республики. Он выложил фрагмент поездки на свою страницу в инстаграме. Мы будем возить гостей чемпионата мира. Русский, английский. Тотаршо селями, селями. Я думаю, что это будет уникальная машина. Это отечественная разработка. Я хотел бы поблагодарить наших коллег. Возможности намного больше, но так как законодательная база пока ограничена, это демонстрационная поездка, и платформа этой автомобиле позволяет делать много-много хороших вещей. Машина – общая разработка КамАЗа и российской компании «Нами». Это, по сути, автобус на электрическом двигателе. За движение отвечают специальные датчики, радары и видеокамеры. Они оценивают расстояние до ближайших объектов. Сейчас мы находимся в салоне электробуса. Он вмещает 12 человек. Здесь нет кабины водителя, как и самого водителя. И ощущение, как будто это своеобразный аттракцион. Но сегодня это кажется аттракционом, а уже в ближайшем будущем станет обыденностью. Интересно, что такие устройства появляются в нашей стране. Это будущее, и хорошо, что мы в этом направлении идем. Первое, неожиданно, что руля нет совсем. Ну, вроде в машине кататься собираюсь, а руля нет. И пока, конечно, то, что с электрокарами ассоциации. Это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники КАМАЗа, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают в компании. Здесь очень четко нужно сфокусироваться, где он может использоваться. Мы видим уже в этой изделии, может использовать сегодня в закрытых территориях, в выставочных комнатах, в парковых зонах. Вот тот регламент, который мы сегодня нарабатывали, его можно развить. Теперь надо нам смотреть в сторону технологии, в принципе, не попаданию в ДТП. И вот наш шаттл, он видит на 360 градусов, в отличие от человека. Он видит ребенка, подбегающего сбоку. Этот шаттл в прошлом году уже презентовали дважды. Впервые на Петербургском экономическом форуме. В Москве его уже оценил Дмитрий Медведев. Беспилотный грузовик показал свои возможности в 2016-м. В этом году пять машин проехали по новому Крымскому мосту. Это был тестовый проезд беспилотников. Первый этап проекта «Караван», направленного на создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного электрического транспорта. Эти проекты – доказательство того, что Россия серьезно развивает инновационное направление машиностроения. Уже понятно, что это станет современным сектором экономики. Что касается шаттла «КамАЗа», то в серийное производство его планируют выпустить через три года. Альбина Слагараева, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Сегодня в Казани свое креативное изобретение презентовало татарское книжное издательство. Это «Велобук». Специально изготовленная модель велосипеда для развозки книг, журналов и газет по городу. Ее опробовали на интерактивном книжном фестивале. 150 изданий представили татарстанские авторы и редакции. Книги на двух языках – русском и татарском. И сегодня в Казани ко Дню России открыли благоустроенный сквер между улицами Чистопольской и агентством ТатМедиа. По бульвару сегодня прогулялся и пообщался с отдыхающими Рустам Миниханов. Здесь расширили тротуар, сделали велодорожку, посадили цветы и кустарники. Посетители смогут покататься на качелях и отдохнуть на скамейках. Изюминка сквера – именные бетонные шары с названием всех команд-участниц предстоящего футбольного мундиаля. И сегодня же здесь известная писательница Гузель Яхина презентовала новый роман «Дети мои». Спасибо вам огромное. Так приятно вас видеть. Спасибо большое за так вот. Очень хорошо, есть где гулять. Для народа сделали такое хорошее место отдыха. Сквер очень понравился, сделан в стиле европейских городов. Я когда приехала, я была обескуражена, вообще, ну, просто очень красиво. И еще о вложениях в инфраструктуру. В ближайшие два года в Казани обновят три дворца культуры и один кинотеатр. Сегодня гостям после реконструкции представили Московский центр культуры. Как новая среда обитания меняет отношение к жизни казанцев, расскажет Салават Мухаммадуллин. Как выглядело, это как мы нарисовали, а это уже как реализовали. Три картины в одной. На месте советского дома культуры Урицкого культурный центр Московский в стиле хай-тек. У ребенка ходит театральную студию, здание полностью поменялось. Стало много аудиторий просторных, удобных для репетиций. Сцена фантастически поменялась. Как напоминание о советском прошлом, у фасада разве что ретро машины и мотоциклы. Крутая машина. Спасибо, старались. В конце 60-х после первой реконструкции играли свадьбы. Сегодня сотни детей вряд ли отдадут свои помещения взрослым. Им самим тут по нраву. Здесь очень чисто, хорошо, везде светло и все белое. Каворкинг-центр с современными компьютерами, студия науки и техники, декоративный класс для пенсионеров. Все по запросам местных жителей. В этой студии школьники учатся киноискусству. Реконструкция культурного центра для кинорежиссера Павла Соколовского. Конец скитания. Продержание 10 лет я уже езжу по лагерям, провожу киносмены. И вот сегодня, в апреле месяце, наконец, обрели свой дом, можно сказать. Сегодня его ученица взяла первое в жизни интервью у президента. Александр Ильич, каково ваше первое впечатление о нашем культурном центре? Впечатления очень позитивные, с учетом того, что когда мы здесь были, все было немножко по-другому. Бывший дом культуры Урицкого, ныне культурный центр Московский, всегда в тренде. Сейчас я на концерте 70-х, а вокруг меня, что называется, яблоку негде упасть. Прошло полвека, а народ как будто и не уходил. ДК Московский так преобразился. Мне кажется, это очень важно, потому что нас определяет среда, в которой мы живем. Нас определяет то, что видят наши глаза. Такие объекты, они для нас очень нужны. Каждый находит для себя интересные занятия. Взрослые по-взрослому, дети находят свои возможности занятий. Поэтому мы, я как уже сказал, будем еще четыре объекта таких серьезных приводить в порядок. Кинотеатр Чоупан, центр Сайдаш, ДК железнодорожников и ДК имени Саид Галеева. Последние два сейчас закрытые. В Юдин решаются юридические вопросы. А вот в Дербышках работы уже начались. Сейчас производится демонтаж полов, дверей, перегородок, естественно, не несущих стен. В течение двух лет их отремонтируют. И тогда еще в советские ДК вновь вдохнут жизнь, как сегодня в московские. Слава Тухмадуллин, Алина Мусина, Рамзель Гарипов. Амерзалишов ТНВ, Казань. Подавляющее большинство россиян, 92% назвали себя патриотами. И это самый высокий показатель за последние 18 лет. Это показал опрос в ЦИОМ. На вопрос, что значит быть патриотом, россияне ответили по-разному. 59% респондентов считают, что это любовь к своей стране. Более трети опрошенных назвали патриотизмом стремление к изменению положения дел в стране. Мы спросили у казанцев, что, по их мнению, любовь к родине, и что могло бы работать на рост чувства патриотизма. Что вызывает гордость за нашу страну? Гордость, ну, во-первых, это великие люди, которые жили в нашей стране. Когда ты узнаешь их историю, ты вдохновляешься, и в сердце появляется именно вот это чувство любви к родине. Чувство гордости президент. Все, что он делает для нас, для народа. Я, наверное, людьми. Потому что у нас все равно достаточно отзывчивые, приятные, добрые люди. Президент наш. Потом его команда вся, все правильно делают. Вот у вас город Казань, мы приехали, так преобразилась вообще красотища. Идешь, не можешь глаз оторвать. Вот, ну и, в общем-то, мы рады за ее державу, что у нас так хорошо живет. Все народы, по большинству, в своем живут в мире, и в спокойствии, и в этом, ну, большая заслуга, я считаю, так сказать, то, что наша страна объединяет. Мы едины, и мы можем помочь друг другу. И, то есть, мы, как бы, никогда не оставим в беде. Любовь к родине у тебя лично в чем проявляется? Ну, мне кажется, к хорошему отношению к месту, где ты живешь, и к людям, которые тебя окружают. Лично тебя, да? Да. Потому что это самое главное, ведь именно ты так показываешь свою любовь, через хорошее отношение. Создаю семью, плачу налоги, работаю на благо Родины. В любой момент, по приказу президента, возьму оружие, пойду защищать границы. Стараемся, чтобы, ну, чтобы она выглядела красивее, там, и вести себя прилично, как-то в публичных местах. Вот. Я волонтер, в принципе, я убираюсь, и, как бы, ухожу на субботники, очень часто сажают деревья, сажают святые. Мы здесь родились, мы здесь выросли, и мы собираемся здесь жить, и никуда не собираемся уезжать. Наверное, это и есть самое главное. С чего начинается Родина? В поисках ответа на этот извечный вопрос мы отправились в Кукморский район, где свой ватан, хозяйство с таким названием 10 лет, был в лидерах в республике по разным показателям. Ватана теперь нет, но остался дух в силе традиций, а силе традиций Рамиль Шайдулин. Каждое дело здесь принято начинать с перелива в гармонии гусмана Гайнулина. Это целый ритуал. Если на опушке запела тульчанка, значит, пора выходить на поля. Она всегда в моем Беларуси. Бывает, когда отдыхаю, немного поиграю и снова за работу. Гусман Гайнулин сторожил хозяйство парнишкой. Он пришел в родной колхоз и вот уже 30 лет трудится на родной земле. Сейчас о том времени говорят только вот такие детали. ДТ-75 – легендарная машина советского автопрома, что когда-то стояла на вооружении местных аграриев. Сейчас она украшает въезд в хозяйство тойма, десятилетиями известная как ватан. Ватан – родина, вот за этого, наверное, уже, чтобы любили землю свою, деревню, колхоз. Бывший главный агроном Гали Валиев вспоминает, что когда-то их ватан выдавал рекордные урожаи – до 34 центнеров с гектара. Рекордсмены и сегодня при деле. Раньше ватане работали мы в основном, там было и животноводство, и растеневодство. Теперь у нас только по растеневодству. Сейчас в хозяйстве все по-новому. Тракторы, сейлки, склады. Одно осталось прежним – здесь все по-семейному. Ни техника, ни складские помещения, ни механизмы, а главное богатство наше – это люди. А это пример того, как к себе тянет историческая родина. Долгие годы Азад Хази Ахметов прожил на Украине, но вернулся и остался окончательно. Родина – это наша родная земля, где родился, там пригодился, вот говорят. Так и получается, что трудятся здесь в основном местные. Сегодня хозяйство объединяет два села и уже несколько поколений работников ватана. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Кукморский район. Наша родина большая, люди отзывчивые. Вот самый наглядный пример. Две недели назад мы показывали сюжет о пожаре в Камско-Устинском районе. Семья с двухлетним ребёнком осталась без крыши над головой. Им помогли. Уже через несколько дней семья Аскаровых сможет заехать в свой дом. Всё благодаря неравнодушным. Деньги на новый дом собрали быстро, перечисляли, кто большими суммами, а кто и по сотне рублей. Новый дом купили родители, пока делают там ремонт. Всем, 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 кто нам помог, мы от себя и от родителей, от имени родителей, хочу всем благодарить. Дай Бог здоровья. В едином строю под одним флагом Россия сильна дружбой народов, а их у нас сотни. Сегодня в Казани прошёл целый парад. Представители более 40 народов, проживающих только в Татарстане, прошли по парку Горького. К ним присоединилась Лейсан Саберова. Под флагом дружбы сотни людей, молодёжь, национально-культурных автономий, общественники и обычные граждане. В едином строю представители как минимум 40 народов, проживающих в Татарстане. В национальных костюмах и под одним девизом «Одна страна, один путь». В России всегда царит дружба народов. Это очень хорошо, это очень здорово. И важно, чтобы каждый человек знал свой народ, знал свою культуру, знал свой язык. Мы очень рады отмечать этот праздник с Россией. После шествия праздничный концерт в импровизированном шатре представили культурную модель Татарстана. Ильдар Абе учил и чижному шву. Татарстан единственное место в мире, где это шьют, это только здесь. Кряшные показали домашнее убранство, а у Тмурты как шить манисту. За этим с интересом наблюдали британские и австралийские журналисты. Казань безумно красивый город. Увидеть эту красоту приедут еще много австралийцев. Но уже сегодня нас поразило буйство красок, великолепные песни и танцы. Недавно был питерский форум, и там все практически главы государств, которые съехались, они говорили о том, что сегодня самый главный кризис в мире – это кризис доверия. Такие мероприятия, когда много-много молодежи, представителей разных национальностей, плечом к плечу шли вот в этом едином параде. Это возрождение доверия друг к другу. Вот это самое главное. Фотографии в соцсетях объединил хэштег «Россия – страна великих людей». Александр Собиров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Дело время, а на отдых целый день. Сегодня праздничные торжества развернулись в каждом парке, в эсквере республики. Как гулял народ, расскажет Светлана Звонарева. Хелминцы сегодня в парке Прибрежный. С набережной вид на парусную регату. Гуляния на разных площадках, но лейтмотив для всех один. Для вас с чего начинается Родина? С родных, близких мне людей. Семьи. Любовь к Родине там, где дом. Там, где у нас, например, наша Россия – это наша большая Родина. Россия наша, Татарстан – это город наш любимый, это все наша Родина. В Нижнекамске чествовали участников Великой Отечественной войны им медали за доблестный труд, за праздничным столом впечатления и поздравления. Вместе с вами чествуем нашу Родину, страну с уникальной историей, с уникальной судьбой. И ее судьба – это история каждого из нас. В Альметьевске для взрослых концерт, для детей вело и стафета, а еще юным альметьевцам вручили паспорта. Выходит народ, гуляет, общается, танцует. Ну все для детей, для народа делают. Вот что могу сказать. И поздравить День России с праздником всех. День России в Нурлате на спортивной арене. Футбол и стафета, забег на колясках. Всем по интересам. В Заинске народное гуляние в городском парке. Флэш-моб, влага России, забавы для малышей, аттракционы. Каждый смог здесь найти развлечение по вкусу, но праздник сегодня был на всех один. Россия, Россия, в этом слове огонь и стила. Светлана Занарева, ТНВ, Татарстан. И ни на секунду не забывали о предстоящем чемпионате. Его не просто ждут, футбол активно играют. Сегодня журналисты и политики разыграли свой кубок в преддверии Мундиаля. А на кого они ставят на самом чемпионате? Об этом узнали наши корреспонденты. Отлично, аплодисменты, мяч разыгран. Символический розыгрыш мяча и за победой. Ровно через два дня также мяч разыграют сборные России и Саудовской Аравии. А пока в ожидании чемпионата мира на поле выходят депутаты и журналисты. Выступая на этом матче, спортивные журналисты сами готовы к тому, чтобы чемпионат мира в России, чемпионат мира в Казани, в Татарстане, стартовал как можно быстрее. Все участники матча так или иначе связаны с предстоящим Мундиалем. Журналисты будут освещать игры. Депутаты болеть за Россию. Посетят ряд матчей на Казань-арене и в других городах. Мы хотели, чтобы наша команда дошла, ну если не до финала, то хотя бы до полуфинала. А там уж как получится. А так слабых команд нет. Я думаю, любую игру можно будет смотреть с удовольствием. На полях стадиона трудовые резервы. В эти дни тренируется сборная команда Австралии. Уже 16 июня они встретятся с Францией. А пока болельщики поддерживают сборные по мини-футболу турнира Прайм-лиги. Сегодня такой день, что хочется всех поздравить и поддержать. Сейчас, кстати, перед ними была игра школьной команды детей. Я их поприветствовал и поздравил. Если в первых сезонах сильнее оказывались политики, то сейчас акула пера и микрофона. Счет 7-3. Практически с тем же отрывом сборная Германии обыграла Бразилию 4 года назад на Мундиале. Слава Мадулин, Анна Городнова, Алмаз Гафиатов, Андрес Антальцев, ТНВ, Казань. Сначала усы надежды, теперь президент Чечни в роли тренера национальной сборной. Известные россияне вновь и вновь пытаются поддержать нашу футбольную команду. На этот раз героем интернета стал Семен Слепаков. В своем видеоролике юморист фантазировал, какой бы был наказ нашим футболистам от Рамзана Кадырова. Окажись он тренером сборной. Чтобы первое место завоевать, сейчас будут тренерские инструкции я вам давать. Вы все должны голы забивать, а урокар ваш должен голы отбивать. Ну, все, тренерские инструкции вам даны. Теперь идите отстаивать честь страны. Удачи, ребята, я верю в вас. И помните, жизнь дается лишь раз. Духовная музыка для разговора с Богом. Сегодня на острове Свияшк стартовал седьмой фестиваль музыка веры. В соборе всех скорбящих радость собрались больше сотни исполнителей духовной музыки. Этот форум традиционно пройдет в крупнейших паломнических центрах республики. Кроме Свияшка, фестиваль побывает в Казанском Кремле и Болгаре. Как звучит музыка веры, услышал Сергей Хайдаров. Никаких музыкальных колонок и инструментов, без микрофонов и фонограммы. Так как апелла поют церковные хоры, при этом музыкальное образование не обязательно. Не важно даже, попадаешь ты не попадаешь в какие-то ноты. По большому счету мы поем не связками, не гонусом, а поем душою. С душой здесь не только поют, но и дирижируют. Николай Беляев руководит хором «Преображение» почти 23 года. Говорит, за это время его коллектив преобразился в международный. За плечами выступления во Франции и Испании. Вступление во Франции было очень хорошее. Произвели впечатление. Ну, в общем, главное, чтобы ребята были довольны. Чайковский, Рахманинов, Глинка. Очень часто великие русские композиторы писали свои произведения именно для церкви. И здесь они звучат по-особенному. Высота этого храма практически 50 метров. И благодаря высокому куполу, акустика здесь такая, что от произведений мурашки по коже. Три точки на карте, пять хоров и больше сотни вокалистов. Участники уверены, духовные песнопения – это способ стать еще ближе к Богу. Я думаю, что очищается точно душа. Ну, по крайней мере, вот после долгого перерыва, первый год, когда я ходила, прям вот слезы ошлились. До конца лета музыка «Веры» еще прозвучит в Кремле и Болгаре. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТРВ, Сфиярск. Далее прогноз погоды на завтра. До встречи в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июня японский датсун «Ондо» всего за 359 тысяч рублей. Четыре пятерки, три семерки. Только до конца июня. В аптеках «Формленд» двойные бонусы. Спешите в аптеке «Формленд». Меняйте бонусы на скидку до 50%. Зачем тратить деньги, если можно тратить бонусы? Так, чай пил. Пил. Мал. Мед. А, мед ел. И пил тоже. Ха-ха. А май? Май ел. Май не ел. Елмай! Натуральное масло «Елмай» в магазинах «Августина». Спешите! Елмай! О, шапшу я сазмай! В 15-м году у меня образовались проблемы с кредитами. Задолженность составляла более 650 тысяч рублей. Я обратился в Единый центр защиты. Здесь мне помогли. Большое спасибо всему коллективу Единого центра защиты. Единый центр защиты. Звоните. Поможем. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки «РМ». До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию «РМ» с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы «РМ». Удача нам по вкусу. Болга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте. Дождливый циклон принесет в Татарстан новую порцию осадков, но температуры станут выше. Подробнее после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2, 167-166. Приглашаем в ТРЦ Южный на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ Южный по адресу город Казань, улица Проспект Победы, 91. Выставки работают с 10 до 22 часов без выходных. А теперь о погоде. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики пройдут дожди. Воздух прогреется до 21 градуса. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до 20 тепла, местами также с дождем. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске синоптики обещают кратковременные дожди и плюс 21. На северо-западе республики временами также с дождем и до 17 градусов выше нуля. Пасмурный дождливый циклон на юго-западе Татарстана тут плюс 18. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, температура повысится до плюс 20, местами также пройдет дождь. В последующие дни осадков станет меньше, температурный фон не изменится. Спонсор прогноза погоды – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли и операций на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции – 292-66-77. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81. Спонсор показа ООО «СМУ-12». Внимание! Стартовали продажи в ЖК «Приволжский» 3-го и 4-го домов. Торопитесь приобрести отнушки и двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Звоните 561-08-81. О погоде в столице. В Казани переменная облачность, днем возможен дождь, температура воздуха 17-19 градусов. Ветер юго-западный, порывистый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна интересная информация. Клуб цветоводов «Отрада» приглашает на ярмарку цветов культурный центр «Московский», бывший ДК Урицкого. 13-14 июня с 10 до 18 часов. Субтитры подогнал «Симон»